Я криминальный журналист. В моих архивах исключительные важности дела. Большинство под грифом секретно. О них вы не узнаете из газет или журнала, как и о тех людях, кто разоблачал злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. В тот вечер Елена Малышева решила срезать путь. Домой из института девушка пошла через лес. Лена торопилась. Сегодня у нее самый главный праздник в году. День рождения. Она знала, дома мама уже накрыла стол, пришли гости, ждут только ее. Неожиданно сзади послышался жуткий топот. От него кровь буквально застыла в жилах. Твоя жизнь принадлежит мне. Последние слова, которые услышала Лена. Так начиналась моя сегодняшняя история. Об этом деле, который держал на контроле молодой Борис Ельцин, долгое время не решались говорить. Но послушайте моих героев, профессионалов, которым, несмотря ни на что, удалось докопаться до страшной правды. Владимир Паршиков. Следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР. Коллеги называют его эрудитом. Валерий Брызгалов. Начальник следственной части прокуратуры. Превыше всего ценит часть мундира и букву закона. 82-й год. Март. Свердловск. Тело Елены Малышевой обнаружил на следующее утро случайный проход. Девушку жестоко убили. Смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, удушения. На теле присутствуют многочисленные следы царапин и ссадин. После убийства жертва подверглась сексуальному насилию. Читаешь материалы этого дела и невольно содрогаешься. Неужели такое могло быть в начале 80-х? 82-й. Последний год эпохи Леонида Брежнева. Семья советских народов стала еще сплоченнее, живет еще дружнее. В СССР принимают продовольственную программу. Партия и правительство торжественно обещают решить проблему дефицита. Свердловский универсам по итогам первого полугодия стал лучшим во всесоюзном соцсоревновании. 22-летний Диего Марадона участвует в первом в своей жизни чемпионате мира. Восходит новая футбольная звезда. В Германии к власти приходит Гельмут Коль. Новый канцлер еще не знает. История приготовила для него особенную роль. ФРГ и ГДР будут едины. Не знает этого и его будущий большой друг Борис Ельцин. В те годы он еще первый секретарь Свердловского обкома. И озабочен Ельцин не проблемами Германии, а тем кошмаром, который творится в его городе. Слухи о зверском убийстве Елены Малышевой распространились по городу. Информация дошла и до партийного руководства, в том числе до первого секретаря обкома Бориса Ельцина. Мой коллега Сергей Плотников вспоминает. Узнав о происшествии, Борис Николаевич был вне себя. Вызвал прокурора области и начальника милиции на ковер. А если Ельцин сказал, да еще по-своему, крепко сказал, может быть, не стуча кулаком, а достаточно было просто ему сказать по-ельцински, то перед этими людьми замаячила самая мрачная перспектива. Беспокойство Ельцина можно было понять. Жестокое преступление могло серьезно осложнить карьеру. В то время Борис Николаевич не только глава Свердловской области. Ельцин на хорошем счету у Антропова и входящего в силу Горбачева. На поимку убийцы Ельцин отвел три дня. И буквально через двое суток преступник нашелся. Это Устинья Сидореева. Она до сих пор не может без ужасов вспоминать события 30-летней давности. Тогда она потеряла самое дорогое, что было у нее в жизни. Сына. Скромный мальчик был. Тихий, скромный. Речь очень плохая была. Он плохо разговаривал. В тот день Георгий пошел за хлебом в магазин. И не вернулся. Всю ночь мать не спала. Обзванивала больницы и морги. А наутро пошла в милицию. Но там ей сообщили нечто ужасное. Пришла вот, и меня его привели. И сказали, что он убил девочку. Ну, я, конечно, со мной плохо. Я знаю, что. Мой ребенок не способен. Он очень скромный был. На допросах Георгий Хабаров все отрицал. Я никого не убивал. Лену Малышеву и пальцем не трогал. Знаю ее хорошо. Она моя соседка. Лена действительно была соседкой парня по новому многоквартирному дому. Но если не он убил, тогда кто же? Если я ухожу, значит, он сидит дома. А я во вторую смену работала. А днем ходила на огород. Он сидел целый день дома. Он никуда не ходил. Однако объяснения матери были сомнительны. Чего не сделает она ради единственного сына. К тому же пришли результаты экспертизы. Они полностью изобличали убийцу. Анализ крови подозреваемого Хабарова и следов, обнаруженных на трупе Елены Малышевой, выявил их полное групповое совпадение. Это был приговор. Эксперты уверяли, вероятность ошибки ничтожна. Сотая доля процента. Сегодня известно, что это совершенно не так. Да, такое может быть, что групповая принадлежность различных биологических объектов, скажем, крови, волос, спермы, может не совпадать. Убийца пойман или ошибочка экспертов? Они привели к головной ответственности, имея техники. Новые нападения. Лучшего мера наказания было применено. И важный гость из Москвы. Смерть приходит весной. Вся правда об уральском потрошителе. 82-й год. Март. Свердловск. Хабарова ознакомились с результатами экспертизы. Но подозреваемый стоял на своем. Не убивал. Нет-нет, еще раз нет. Упорство Георгия выводило отдельных следователей из себя. А что скрывать? Негодяи в органах были во все времена. Однажды Устинья Сидореева пришла на свидание с Георгией. И заплакала. Тогда говорит, что он, как меня, даже пистолетом рукояткой били. Рука у него болела. Руки-то все выворачили. Сбивали, он признался. Правда, все время путался в показаниях. Она в каком была платье? Хабаров, которому об этом рассказал оперативник, он говорит, так вот, там, горошек. Следовательно, опа, совпало. Самый гуманный суд в мире приговорил Георгия Хабарова к исключительной мере наказания. Расстрел. 27 апреля 84-го года приговор привели в исполнение. Лишь несколько лет спустя выяснилось, расстреляли невиновного. Но до сих пор Устинья Сидореева не знает, где похоронен ее единственный сын. Я живу одна, старенькая. Я не знаю, ниоткуда никакой помощи. Никто передо мной не извинился. Борис и Ельцина проинформировали. Дело закрыто. Жестокий убийца найден и понес суровое наказание. А буквально на следующий день свердловские сыщики нашли еще одно тело. В районе Верхесецкого озера обнаружены останки человеческого тела. По заключению судебно-медицинской экспертизы труп принадлежит молодой женщине. Гуля Якупова. 61-го года рождения. В Свердловск девушка приехала из Средней Азии. Жила в общежитии, работала, училась. Оперативников насторожила одна деталь. На теле жертвы не было никакой одежды. Прочесали окрестности, но ничего так и не нашли. Не голой же она пришла в лес. В самом деле. Соседки, погибшие по общежитию, вспоминали. Гуля неоднократно жаловалась на настойчивое ухаживание некоего Титова. Коля плюс Маша равняется любовь. Когда-то и я царапал такие признания в любви. За что регулярно получал нагоняй от дворника и порой даже от соседей. Да, в советское время романтики было хоть отбавляй. Вместо ресторанов и ночных клубов прогулки до утра и объяснений в любви под луной. А вместо роскошного букета цветы с ближайшей клумбой. Наташа из 25-й квартиры любила исключительно розы. «Розы цвели только у Дома культуры, где меня однажды благополучно поймал милиционер». Протокол – штраф 3 рубля. Да еще и розы отняли. Эх, романтика! Титова задержали и допросили. Подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Но самое страшное открытие, вспоминает Валерий Брызгалов, было впереди. «Меня срочно вызывают туда. Я приезжаю, начинаю. Это я убил. Что-то убил, кого-то убил. А вот там, значит, этих самых всех девчонок. Выкладываю лист бумаги, давай решу, где». Но чем больше Брызгалов слушал Титова, тем больше чувствовал. Здесь что-то не то. Слишком просто все получается. Увидел Елену – убил. Отказала Гуля в ухаживаниих – тоже убила. Опытный следователь решил не спешить. «Потому что у меня в практике это было не первое такое дело. Например, Днепропетровский танцорин был, который тоже самый святительный». К тому же убийствами в Свердловске заинтересовались в Москве. Еще бы! Расстреляли человека, а затем новая жертва. высшая мера наказания была применена. Ну и когда Москву об этом сообщили, вот тогда приехали оттуда и генеральные. В Свердловск спецрейсом вылетел Владимир Паршин. Вожняку поставили четкую задачу – докопаться до правды во что бы то ни стало. Следователь Владимир Паршиков затребовал материалы дела. Показания всех свидетелей, экспертизы, чистосердечное признание расстрелянного Георгия Хабарова. Речь шла уже не о чести мундира, а о предотвращении новых убийств. В то время серийные сексуальные преступления в общем-то были экзотикой. И если вспомнить, то до этого периода времени аналогичных дел практически не было. Несколько дней Вожняк буквально не выходил из кабинета. А затем на совещании высказался резко. Вы расстреляли невиновного. Хабаров ни при чем. Все убийства – дело рук серийного преступника. И самое печальное – он не остановится. Для тех лет подобное предположение казалось диким. Не могло в счастливой советской стране быть таких чудовищ. Но нападения продолжились. Убийства начали повторяться строго в определенное время. где-то с середины апреля по середину мая. То есть убийства стали совершаться вот каждую весну. Раз в год. Новой жертвой стала учащаяся ПТУ будущий художник-оформитель Лариса Дечук. Девушка отправилась за город на этюды. В живых ее больше никто никогда не видел. Труп Дечук Ларисы Аркадьевны обнаружен в лесопарке Верхесецкого района Свердловска. Смерть наступила в результате удушения. Между тем появились свидетели, которые видели Ларису за работой. Но в тот роковой день она была не одна. Рядом с ней находился какой-то мужчина. Сегодня рыбалка целая индустрия. А в советское время хорошая удочка дефицитная. Например, телескопическая, достать которую было весьма непросто. А еще крючки, приманка, леска покрепче. Мальчишкой я многое из этого умел делать своими руками. Грузики отливал из свинца, найденного на свалке. Мормышки мастерил, из чего придется. А чтобы блестело, покрывал лаком для ногтей. Крючки, швейные иголки. Помню, мама так ругалась. Зато сколько гордости за свой нехитрый лоб. Караси, пару окуньков. Один раз поймал даже щуку. Много лет прошло. Я стал взрослым. Но страсть к рыбалке осталась. Видимо, уже навсегда. Если бы знал некий Иван Энтропов, чем для него закончится обычная рыбалка. Кольцо сжимается. Он уже не с поличным принципом твердил. Или опять поймали не того. Была разъяснена ориентировка, информация. Странная женщина и заботливый ухажер. Позже он. Уральский душегуб. Смерть приходит весной. История знаменитого убийцы, поразившая всю страну. Иван Энтропов увидел неподалеку какую-то девушку с мольбертом. Незнакомка загадочно улыбалась. Энтропов решил познакомиться. Но девушка только смеялась. В сердцах мужчина обозвал ее и пошел домой. Во всяком случае, именно такую версию задержанный рассказал следователь. Однако соседи Энтропова утверждали, домой он явился поздно ночью. Весь в грязи. Дождь шел в этот роде. У него одежда мокрая, сухая. И когда начали осматривать, у него на брюках или на куртке даже мазок с мольбертом краски. Откуда краска? Спросили Энтропов. И тот честно признался. Не знаю. Ах, не знаешь? А кто убил девушку-художника, тоже не знаешь. Убил девушку? Я не убивал. Неужели задержанный и есть тот самый жестокий убийца? Изображает из себя невинную овечку. Но что-то подсказывало Брызгалову и Паршикову. Задержанный говорит правду. А настоящий убийца на свободе. Тем временем Свердловск захлестнула волна слухов. Дело получает большой общественный резонанс. А уж когда там больше общественный резонанс, когда каждую весну молодая девушка, молодая женщина погибает. Люди шепотом пересказывали друг другу байки о черном человеке, что обитает на окраине города, нападает по ночам на прохожих и утаскивает их в свое логово. В таких условиях, вспоминает прокурор Леонид Драбкин, рассчитывать на помощь населению было невозможно. Работали буквально день и ночь. Но вы знаете, вот когда ночью, допустим, работаем, утром я выхожу, и солнечный, зимний день, а мне он кажется ночью. Такая была обстановка. Между тем, Брызгалов и Паршиков пытались найти хоть какую-нибудь зацепку. Уже почти шесть лет серийный убийца наводит ужас на город. Но ясно лишь одно. Неизвестный выходит на охоту только весной. И всегда действует по одному и тому же сценарию. Он наброшел удавку, затаскивал в кусты, совершал насилие с умирающей женщиной или с уже трупом, и потом скрывался. Брызгалов и Паршиков решают начать все сначала. Чертят схему всех нападений. И, внимание, в расположении жертв есть некая закономерность. Преступления совершаются в двух-трех километрах от автобусной остановки контрольная. Появляется версия. Убийца специально приезжает в лесопарк. Брызгалов и Паршиков уверены, весной 87-го чудовище снова начнет убивать. Но на этот раз следователи приготовили ему западню. В конце 80-х мини-юбки ультрамод. И чем короче, тем моднее. Бабушки на скамейках ворчат. Ужас! Вот молодежь пошла! Совсем голые ходят. Купить мини-юбку проблема. Шили сами. Моя соседка сверху, Светлана, постоянно появлялась в новых туалетах. То у нее мини-юбка из плюша, то из какой-нибудь заграничной материи. А однажды я увидел кожаную мини-юбку. Спросил, где купила? За границей. Фирма Сэмшул, ответила Светка. Позднее выяснилось, Сэмшул это сокращенно сама сшила. Весной в лесопарке на окраине Свердловска стали появляться модные девушки. Мини-юбки, шпильки, яркая помада. Прохожие невольно замедляли шаг и оборачивались. Особенно мужчины. Никто и не догадывался. Девушки подсадные утки. Их цель спровоцировать убийцу. Была разослана ориентировка, информация о появлении серийного преступника, о возможных его приметах, хотя они, конечно, были очень незначительны. В один из дней в лесопарке раздался женский крик. Оперативники бросились на помощь подсадной утке. Были уверены, теперь-то убийца не уйдет. Девушка сидела на асфальте и потирала ушибленное колено. Сумочку вырвал, а в нее удостоверение, да еще и каблук из-за него сломало. Незадачливого уличного воришку задержать не составило труда. Перепуганный подросток из неблагополучной семьи плакал и клялся, что больше не будет. Парня пожурили и отпустили. Возиться с ним у следователей не было никакого желания. Пока следователи Брызгалов и Паршиков ловили убийцу на живца в одном районе, он объявился на другом конце города. Зверь жестоко расправился с Еленой Кук и буквально растворился в воздухе. Следы на месте тоже практически не оставались. Следы ног, допустим. Даже этого не было. Я не помню ни одного там эпизода, где были бы зафиксированы следы ног. Однако кое-какую зацепку все же удалось обнаружить. Убийца задушил Елену Кук голыми руками. На шее потерпевшей были обнаружены частицы типографской краски. Следователь по особо важным делам Владимир Паршиков приказал проверить работников Свердловских типографий. Особое внимание обратить на тех, кто родился и вырос в Верх-Исетском районе города. Именно там больше всего было найдено тело. В этой ситуации у подонка сдали меру. Вечером 2 апреля 88-го в кабинете, где работали Брызгалов и Паршиков, раздался звонок. В парке Маяковского ЧП. Подробности пока непонятны. То ли убийца пойман, то ли сбежал и застрелил несколько сотрудников. Следователи немедленно помчались на место происшествия. Там они услышали невероятную историю. В тот день милиционер Крылов патрулировал аллеи парка. Неожиданно послышался какой-то хруст. А затем из леса вышел мужчина. Он вел, точнее тащил за собой женщину. Судя по всему, она была мертвецки пьяна. Завидев милиционера, незнакомец усадил подругу на лавку. Крылов подошел поближе и укоризненно спросил, не стыдно вам, гражданочка, так напиваться? В общественном месте все-таки находитесь. Она ничего не пила. Ей плохо, ответил мужчина и тут же поспешно добавил, но врача звать не надо, сами до дома дойдем. милиционер уже хотел было идти дальше, но тут его внимание привлекли странные следы на шее женщины. Присмотревшись внимательнее, Крылов буквально остолбенел. Ему показалось, что женщина мертва. Бросился, схватил его, повалил на землю тот, хотя и не очень сильный был человек, но, видимо, страх, боязнь расплаты придаваемой силы, он вырвался от него. Милиционер бросился догонять мужчину. На звук его свистка со всех сторон спешила подмога. Неизвестный понял, бежать некуда, но так просто не собирался сдаваться. Я вас всех на куски разорву. Во время драки неизвестный пытался отнять у милиционера пистолет. Еще немного и подонок торжествовал. Оружие теперь в его руках. К счастью, в этот самый момент подоспели патрули. Прибывшие медики констатировали смерть врачей. Это была Оксана Григорьева. Последняя жертва кровавого монстра. Убить он ее убил. Изнасиловать и призваляться над нее он, насколько я помню, не успел. Место не то, неудобное для него, он там себя чувствовал, неловко. Задержанным оказался некто Николай Фефелов. Однако он заявил, эту женщину нашел в лесу. Вижу, без сознания, хотел оказать первую помощь, а вы тут меня вяжете. Так а зачем бежали, наседает Валерий Брызгалов? Зачем пытались убить сотрудника милиции? Зачем, зачем? А испугался? Вдруг на меня убийство повесят? Странная история. Примерный семьянин, отец двоих детей, не привлекался, не состоял. Работал в типографии уральский рабочий. Ничем особо так не выделялся, то есть не скандалист, не хулиган. Примерный работник, даже фотография неоднократно была на доске почета. Но следователи Брызгалов и Паршиков не поверили. Фефелов, не валяйте дурака. С минуту Фефелов смотрел в окно, а затем заплахал. Да, он убил, но это вышло как-то само собой. Его чуть не с поличным в принципе это взяли. Про это он рассказал убийство сразу. Ну что случайно и все прочее там в борьбе с ним она его оскорбила, но тем не менее рассказал. Просто нет, больше ничего. Провели тщательную биологическую экспертизу. Следы оставленные на телах жертв полностью совпадали с анализами Фефелова. Но сколько раз уже ошибались судебные медики. И пяти лет не прошло, как в результате роковой ошибки был расстрелян ни в чем не повинный Георгий Хабаров. И вдруг задержанный заговорит. Откровение убийцы. меня сразу потом спасел заговор и повалил. Жена пилит мужа, а он молчит и идет убивать. Невероятная развязка. Мне сразу мысль была, что он долго не притянет, и до суда может его жить. Страшные тайны. Чудовище унесло их в могилу. Смерть приходит весной. Криминальный триллер длиною в шесть лет. Вы видите уникальные кадры. Я достал их с большим трудом. Вглядитесь в этого человека. Убийца, насильник показывает, как именно расправлялся с беззащитными девушками. в самом деле я сразу потом спустил за горло и повалил. Парфель у нее был в левой руке у нее был правильный парфель. Он сразу как-то парфель обхачивал в сторону немножко и повалил ее. Ну, а потом малыш придушил ее и все, опащил ее в те кусты. Дома у Фефилова обнаружили женские золотые часы, кофточки, нижнее белье. Вещи, снятые с убитых, монстр хранил в картонной коробке с наклейкой «Личная». Кое-что даже подарил своим маленьким дочуркам, например, Аллы и Паруса. Эту книжку Фефилов взял у Елены Малыша, первой жертвы, той самой девушки, которая так и не встретила свой день рождения. На допросе Фефилов пояснил, зачем тратить лишние деньги на вещи, если они достаются даром. Чем дальше вещал кровавый монстр, тем больше удивлялись следователи. Ни капли раскаяния и сожаления. «Я не сказал ничего слова, схватил я правой рукой за это плечо, а левый закрыл я ей платок у меня был и платком ей просто закрыл. А вторым это правой ногой я ей сделал поднашку и повалил ее сразу резко. Но потом уже перехватил руками, когда уже повалил ее и немножко я передошел. Все началось 20 лет назад, в далеком 66-м. Вернувшись из армии, Николай Фефилов познакомился с девушкой. Долгое время ухаживал за избранницей, дарил цветы, делал подарки. А однажды решил в парке признаться в своих чувствах. Девушка молча выслушала объяснение любви, а затем рассмеялась. Ну кому ты нужен такой безвольный? Даже школу толком не окончил. Потрясение было столь велико, что несколько месяцев Фефилов заливал горе водкой. Для маньяков характерна такая психологическая ущербность, подавленность. Их обязательно в детстве или более зрелом возрасте притесняет женщина в каком-то аспекте. Женился все равно назло. Но супруга постоянно пилила мужа за безвольность. Дескать, живем с детьми в коммуналке, а ты никак не можешь квартиру на работе выбить. Мысли Фефиловы все возвращались назад в тот парк, где разбились его мечты о счастье. И в общем, как он говорит, первый раз я приехал туда без всякой цели побродить, успокоиться, и тут на беду первая ему жертва попала. Елену Малышеву Фефилов не хотел убивать. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как мучается его жертва. Но когда девушка затихла, преступник понял, она умерла. Тут он испытал ни с чем не сравнимое наслаждение. По словам Фефилова, эмоций ему хватило на целый год. Следующей весной монстр снова решил поохотиться. И так продолжалось шесть долгих лет. признание серийного убийцы могли обернуться грандиозным скандалом. Была серия ошибок. Серия ошибок и недооценка личности этого человека, которая привела в конечном счете вот таким последствием. Для Георгия Хабарова ошибка людей в прокурорских и милицейских мундирах обернулась страшным приговором без права на жизнь. Из Москвы в Свердловск выехала следственная бригада прокуратуры Союза СССР. Наказать виновных. Вспоминать об этом Свердловским следователям тяжело. Мне бы не хотелось говорить. Там работали мои друзья. Их постигла неудача. они совершили ошибку. Чудовищную ошибку. Они привели к уголовной ответственности не тех людей, кого надо было. И преступник продолжал совершать свои гнусные деяния. А потом случилось невероятное. Николая Фефилова обнаружили мертвым в камере следственного изолятора. Его тело было изуродовано до неузнаваемости. Когда уже окончательно убедились, что перед нами тот, кто это будоражил столько лет город, и у меня сразу мысль была, что он долго не протянет, и до суда может не дожить. Что это? Расправа сокамерников? Ведь насильников убийц в уголовном мире не жалуют? А может быть кто-то из родственников погибших решил устроить собственный суд? Есть и другая версия. Кому-то из высоких чинов было невыгодно, чтобы кровавый монстр публично признался в своих злодеяниях. Вся эта история до сих пор остается ну что ли в такой серой зоне и очень мало желающих из числа бывших следователей сыщиков говорить на эту тему как как бы то ни было Николай Фефелов получил по заслугам а Валерий Брызгалов и Владимир Паршиков жалеют подобное дело увы не стало для них последним впереди были новые расследования впрочем об этом как-нибудь в другой раз от до 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 Субтитры создавал DimaTorzok